Направление и перспективы развития сельского хозяйства обсудили на правительственном части в областной думе. С докладом выступил глава ведомства. Денис Черкесов подчеркнул, что без поддержки развитие отрасли было бы невозможным. Регион обеспечивает необходимый уровень софинансирования. В прошлом году на 1 рубль областного бюджета удалось привлечь 2,5 рубля федеральных средств. На год текущий денег запланировано в полтора раза больше. На 2019 год, вы видите на слайде, что общая сумма предполагается гораздо больше. При этом за счет областного бюджета сумма составит 170 миллионов, а общая сумма 807 миллионов. И здесь мы в первую очередь ожидаем рост за счет тех объектов молочных, которые сейчас строятся в нескольких районах и должны будут запуститься в этом году и получить компенсацию капитальных затрат на строительство в этом году. Это порядка плюс 277 миллионов рублей. В планах до 2024 года ввод в оборот неиспользуемых земель – более 54 тысяч гектаров. Развитие линоводства, возрождение производства технических культур, строительство четырех льнозаводов и масложирового завода. За счет двух крупных проектов компании «Дымов» увеличить производство свинины в четыре раза, сделать серьезный рывок в производстве мяса птицы и яиц, прибавить в молоке. Перспективы за счет того, что у нас сейчас строится несколько объектов, некоторые объекты уже построены и план существует по покупке и заполнению пустующих скотомест. Мы должны в этом году, уже в этом году увеличить продуктивность до 6300 литров в среднем по стаду, по сельхозпредприятиям и примерно на 4,5% увеличить объем производства молока в области. И прогноз существенный до 2024, который мы согласовали с министерством, увеличение на 80% до 275 тысяч тонн. После доклада Денис Черкесов ответил на вопросы фракции. По результатам правительственного часа профильный комитет Думы подготовит проект постановления и внесет его на заседание регионального парламента.